Ну вот мы как раз с тобой про резидентские визы говорили, я сюда вставлю кусок видео с пляжа, я тебя поймал буквально во дворе твоего дома на Пальн-Джимейре. Да, резидентская виза, ведь это аналог виду на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Слушай, да, резидентские визы оформляются здесь следующими способами, можно их просто в принципе перечислить. Первое это резидентская виза, во-первых они бывают двух типов, инвесторская и второе тип визы, когда ты трудоустраиваешься на работу. Поэтому если ты открываешь компанию в Эмиратах, то ты получаешь инвесторский тип визы. Если ты устраиваешься на работу в компанию, ты получаешь тип визы как сотрудник, как работник. Виза в этом случае как сотрудника, она канцелируется в момент закрытия компании или в момент расторжения контракта с тобой. Поэтому в этом связана небольшая тонкость. Необходимо понимать, что компания будет работать и тебе просто не канцелируют контракт. Виза инвесторская, в свою очередь, совершенно спокойно получается при покупке недвижимости. Смотри, на сегодняшний день 545 тысяч долларов так и является основанием для получения визы золотой при покупке офф-план и при покупке готовой недвижимости. То есть без разницы, какой ты покупаешь, стройку, не стройку. Самое главное – оплатить эти средства, первое условие. Второе – получить документ на право собственности. Это их два подвида. Тайтл Дид либо Акут. Акут – это следствие на право собственности на незавершенный строительством объект и Тайтл Дид на завершенный строительством объект. Все, это уже квартира. Поэтому вот есть у тебя этот документ, плюс есть у тебя сумма вложенных в страну средств 545 тысяч долларов, ты имеешь право получить золотую визу. Он уже имеет возможность и право обратиться в органы здесь регистрации и получить резидентскую визу на 10 лет. Далее он, выступая спонсором для своей семьи, в том числе даже и домработниц, горничных и обслуживающих персонала, он имеет право оформить спонсорство за них и, соответственно, выступить спонсором и приобрести, получить резидентские визы на всю семью, в том числе и на обслуживающий персонал. Ну это очень интересный момент. Да, конечно. Это привлекает как раз многих. Антон, а я вот слышал такие истории, ситуации, что могут быть сложности с открытием золотой резидентской визы. Ну, даже от знакомых слышал, что они вроде бы купили объект впритык, а у них какие-то сложности происходили, если я не ошибаюсь, что мебель была не включена. Да, да, да. Это интересный такой. Знаешь, это зачастую связано первое с тем, что на рынке огромное количество людей, которые пришли работать в сферу недвижимости. Ну, представь, какой спрос. Под этот спрос необходимо огромное количество сейлзол, людей, которые продают. И набирают на рынке всех с опытом, без опыта. То есть люди приходят, начинают работать, начинают разбираться в деталях. И у нас такие моменты возникали, когда люди обращались и говорили, вот мы купили недвижимость, она стоила 544 тысячи долларов, а нам в визе отказывают. Или обращались люди в консалтинговую компанию к нам, собственно, с запросом, что вот я купил, я владею недвижимостью на 544 тысячи долларов, купил, вот мне золотая виза полагается. А потом по факту оказалось, что просто в стоимости квартиры была включена мебель. И она составляла 15-20 тысяч долларов. Соответственно, этой суммы как раз не хватило для того, чтобы... То есть это два разных контракта. Один на покупку недвижимости, второй на мебель. И застройщик предоставляет эти два разных контракта. И вот такая история была, и она имеет место быть. Некоторые люди, которые вот так вот купили, они потом получили... Получилось так, что они не имеют права как бы обратиться за золотой визой. То есть из-за этих 20 тысяч долларов, то есть им необходимо либо еще докупить квартиру, либо, соответственно, получать визу на 3 года. А сейчас еще и с этим сложность. Поэтому да, вот из-за таких нюансов происходят вот такие казусы, которые потом могут повлиять. Поэтому надо просто выбирать людей. Здесь брокер, он никаким образом не ложится на плечи покупателя. Брокер здесь, это эксперт, который в принципе забирает свою комиссию с застройщика. Он, допустим, ты покупатель. Для тебя без разницы, с кем из брокеров контактировать. Часто брокеры рассказывают, что только им доступны какие-то супер уникальные предложения и так далее. Я, конечно, верю, с какими-то застройщиками могут быть хорошие сложившиеся отношения, могут пойти навстречу, могут, не знаю, там лишний раз, там, ну не знаю, если ты крупно продаешь, тебе могут дать целый этаж на распродажу, да, и сделать уникальные предложения. Но в основном все брокеры работают одинаково. У всех есть одни и те же юниты, и совершенно спокойно все их продают на рынке. Поэтому ты должен выбирать брокера с точки зрения вот именно экспертизы. Тот человек, которому ты доверяешь. Тот человек, которому ты доверяешь покупку недвижимости за, там, 200, 300, 500, миллион долларов. То есть тебе важно понимать, что человек обладает должным уровнем экспертности, да, а экспертность заключается как раз в деталях. Поэтому эти детали надо просто знать. Вот и все. Второй вариант – это виза на 205 тысяч долларов. Она выдавалась на три года. На сегодняшний день официальный департамент, который отвечает за выдачу таких виз инвесторам, купившим недвижимость, не дал пока официального ответа, что будет с этим происходить. Они приостановили на этот месяц выдачу таких виз, чем поставили многих, как бы, в такой, знаешь, шок и стопор. Но что я здесь могу сказать? Глядя на то, что инвесторская виза также выдавалась и при открытии компании, и она выдавалась на три года, сейчас такая виза выдается на два года. При открытии бизнеса. При открытии бизнеса. Поэтому я думаю, вот в гипотезе, на сегодняшний день, может быть, когда видео будет выходить, у нас уже будет официальный комментарий, и ты там где-то добавишь какую-то приписку к этому видео, которая будет прояснять эту ситуацию. Но вот на сегодняшний день мое мнение, что эта виза будет доступна для инвесторов, но она будет составлять просто два года. И именно это сейчас происходит под капотом органа под названием РЭРа, который официально отвечает за выдачу инвесторских виз. Вот я думаю, что будет так. Потому что я не верю в сценарий, что вообще визы будут отменены. И тогда была бы уже отмена, не было бы никакой приостановки. А сейчас именно приостановка, и поставить инвесторов в такую позицию, что было можно, а теперь нельзя, ну это было бы совсем некрасиво. Поэтому я не думаю, что в Дубае такое случится. Думаю, что эти визы будут выдавать. Смотрите, но я тут не дам свое пояснение. Ютуб просто не дает перезаписывать видео. Вот мы рассказали вам что-то с Антоном. Я могу сделать только в комментариях. А еще лучше подписывайтесь на телеграм-канал. Есть специальный телеграм-канал. Там просто все новости вот эти регулярно выкладываются, все эти обновления. И следите. Да, мы ведем канал. Называется он Home in Dubai. Соответственно, на нем огромное количество этой информации, объектов, проектов, каких-то новостей на этом рынке. Поэтому всегда можно подписаться, следить. Это удобно. Мессенджер, в принципе. И почему мы выбирали именно эту платформу? Потому что в мессенджере это крайне удобно делать. То есть ты каждый день переписываешься с кем-то. Телеграм востребованный в Российской Федерации в том числе. Поэтому можно спокойно следить за каким-то апдейтом по новостям. И быть всегда в тренде и в курсе. По визам, которые инвесторские, знаешь, там такой момент был, что инвесторская виза на 3 года, она стоит 15 тысяч дирхам. А инвесторская виза, это госпошлина, да? А инвесторская виза за 544 тысячи долларов, оформлялась госпошлиной в 3 тысячи дирхам. Смотришь, какая разница? То есть на 10 лет золотая виза, она гораздо была дешевле по госпошлину. Ну, опять же, цена интересного. Да, вот таким образом. Ну, вот мы как раз начали говорить про открытие бизнеса, что открытие бизнеса дает право тоже получить резидентскую визу. Да, верно. По-моему, всем сотрудникам даже компании можно сделать. Да, получается разрешение на определенное количество виз на компанию. От этого зависит стоимость компании при открытии. То есть там могут дать одну визу, могут быть три визы. Потом ты можешь докупить себе еще какое-то количество виза и сотрудников. Это уже более такие мелкие детали, которые знают менеджеры по консалтингу. Они, соответственно, в эту тему углубляются. Там необходимо получать различные лейбор-карты, электронные подписи и там что-то еще, какие-то детали, которые необходимы здесь при сетапе компании. То есть это тоже всегда важно получать. Потому что на рынке консалтинга также огромное количество компаний присутствует, которые предоставляют услугу с точки зрения продажи продукта. И я бы не назвал такую модель работы вообще работой с продуктом. То есть это некий сервис по выманиванию денег у людей. Тебе на входе не открывают карты, затаскивают тебя небольшой этой предоплатой, потом какой-то оплатой, а потом вскрываются новые и новые нюансы. И ты опять платишь, платишь и платишь. Вот Дубай в основном почему-то сложилось так, что многие люди, которые, ну по крайней мере ведут бизнес с россиянами, выстроено это все вот так. Мне это крайне не нравится. Мы как бы здесь на стереотипы не смотрим. Мы их, собственно говоря, на сегодняшний день ломаем. Поэтому мы предоставляем услуги всегда качественно. Пускай мы теряем клиентов на том, что мы говорим так, как оно есть на самом деле. Честно сразу. Потому что очень сложно конкурировать с людьми, это я знаю и из своей, так сказать, прошлой жизни. Очень сложно конкурировать всегда с людьми, которые не следят за своими словами, если мягко выразиться. И для них всегда возможности применения различных методов гораздо шире. Можно сказать, что цена ниже, можно сервисы какого-то поддобавить, можно еще чего-то. И они всегда выглядят выгоднее. Для нормального человека, который привык вглядываться в детали и чуть-чуть анализирует рынок, прежде чем зайти на открытие компании, на покупку недвижимости, можно просто маленько изучить, понять и услышать, что тебе говорят, допустим, с наших телеграм-каналов, наши менеджеры. Просто услышать. Мы никого не агитируем на то, чтобы к нам кто-то приходил. К нам зачастую люди приходят сами и обращаются сами. И вот реально спасибо говорят. Я не говорю, что мы какие-то исключительно особенные. Я уверен, что такие же компании и есть. Но я говорю в этой части за себя и за то, как мы обучаем менеджеров работать. У нас для нас клиент и инвестор, то есть в первую очередь партнер. Поэтому мы всячески стараемся донести до них, с чем они столкнутся завтра и послезавтра. Чтобы не было такого, что ну а вы говорили вот так, а по факту случилось вот так. То есть нам это важно, поэтому мы это возвели в степень для себя. И это, грубо говоря, является лейтмотивом всей компании. Поэтому мы делаем именно так. Эти все нюансы, их важно как бы на старте проговаривать с компанией, которая будет осуществлять консалтинговые услуги. Что входит в открытие компании? Входит ли туда электронно-цифровая подпись для менеджера компании или для соучредителей? Какой там меморандум основной или как бы он идет с какими-то изменениями, правоотношениями между соучредителями? Различные лейбор-карты, эстеблишмент-карты – это документы, которые присущи именно здесь. И мы не сталкивались с ними, допустим, в России. И человек, открывая компанию в России, знает, что он получит ИНН, УГРН, и, собственно, у него есть устав. И вот вся его компания. То есть здесь это еще ряд каких-то дополнительных документов, которые необходимо там оплатить, знать, как сделать, понимать по ним процедурный регламент. И не зная этот регламент, можно попасть на большие штрафы. Поэтому очень важно, чтобы вас сопровождал достойный полноценный специалист, который вам все это объяснит и расскажет. Вот так это выглядит. И крайне рекомендую просто работать с людьми, которые много рассказывают. Не те, которые говорят, о, все, открыть компанию, да, прекрасно, вот 12 тысяч давайте, и вы, как бы, глядя на цену, идете и покупаете. Нет, это не специалист разговаривает, когда диалог идет в таком ключе. Со специалистом будет долгая, предварительная беседа на старте. Также, как я тебе говорил с точки зрения недвижимости, чем больше симптомов ты назвал, как у врача, тем точнее тебе диагноз поставят. Вот то же самое и связано с открытием компаний. Поэтому тут важно этому уделять большое внимание. Вот что по этим типам визы. Потом есть фрилансерская. Если честно, много про нее не знаю. Надо отдельно спрашивать специалистов. Есть наверняка свои тонкости, насколько лет выдается, как ее продлять, сколько стоит. Можно получить визу фрилансера. Если вы подтверждаете официальный доход свыше 4,5 тысяч долларов, что вам идет доход, вы фрилансер, зарабатываете онлайн, пожалуйста. Ну, например, договор, что вам кто-то платит за услуги. Пожалуйста, вы также можете оформить резидентскую визу. Можно оформить резидентскую визу пенсионерам, если они покажут, что у них есть поступление денег, пенсия, доход от сдачи недвижимости, или еще какой-то пассивный доход из России или из другой страны. Например, Дубай. 85-90% состоит из приезжих жителей. Здесь живут иммигранты и одни из самых удобных и лояльных условий для оформления вида на жительство резидентских виз. Если вам нужна более подробная информация, она есть в нашем телеграм-канале, иначе видео вышло бы на час, на полтора, потому что есть особенности для оформления резидентской визы в каждом случае. Свой пакет документов, свои особенности, нюансы. Если нужна более подробная информация, подписывайся на наш телеграм-канал, задавайте вопросы специалистам, кто занимается и работает на рынке Объединенных Арабских Эмиратах, например, более уже 7 лет. С вами был Борис Соколов, сайт виза-сам.ру, и до встречи в следующих видео. Пока-пока!